Всем доброго времени суток! Сегодня будем пытаться отремонтировать данную микроволновку. Проблема у этой микроволновки такая. Не работает несколько кнопок на сенсорной панели. Ладно бы, не работала какая-нибудь из цифр. У нас не работает кнопка старт. Выбираем время приготовления и у нас не получается ничего включить. Также не работает кнопка часы, но она нам не нужна. А остальные все кнопки у нас работают. Можно выставить уровень мощности любой, сбросить, но на старт никак не нажимается. Будем делать. Итак, сняли мы верхнюю крышку и вот что мы имеем внутри. Кнопки у нас расположены на плате управления. Так что придется снять плату управления. Итак, мы сняли плату управления вместе с сенсором. Теперь для удобства отключим сенсор, шлейф сенсора. и снимем плату управления. Далее, чтобы добраться нам до проблемных дорожек, необходимо снять верхнюю часть сенсора. Аккуратно подеваем уголочек и потихоньку отрываем. сейчас complement each. Все Tempor Chelобала варе. Украины 저희가 И на немы curseimas. �заломбомбомбомбомбомбомбомбомбомбомбомбомбий получилось-ну. вот что мы увидим внутри есть две пары дорожек уже микроволновку промонтировал я два года назад дорожки окислились и пропал контакт здесь мы видим окисление дорожки скорее всего контакт из-за этого и пропал сейчас будем проверять берем мультиметр ставим режим прозвонки и пытаемся прозвонить дорожку дорожка у нас в этом месте как раз и не звонится это здесь контакт и пропал будем устанавливать дорожку прошел с очистителем по этой дорожке проблемной теперь мы видим что от нее практически ничего не осталось вроде видно что дорожки уже нет для восстановления дорожки буду использовать специальный токопроводящий клей покупала его специально для ремонта этой микроволновки видно я его уже использовал и он в принципе нормально работает прошло уже два года микроволновка работает так что для восстановления дорожки буду использовать также его теперь аккуратненько спичкой делаем новую дорожку получилось не очень аккуратно наверно но главное чтоб все работало теперь даем клею немного высохнуть иначе он проводить ток не будет тут оказалось не все так просто со временем клей походу испортился и потерял свою способность проводить ток вот клей уже высох даже вот на таком маленьком расстоянии не хочет звонится понятно что его использовать для этих целей уже нельзя будем думать что-то другое и так кухонный прибор будем ремонтировать кухонными принадлежностями под рукой имеется кусок фольги алюминиевый из него я вырезал вот так вот небольшую полоску теперь будем пробовать ее приклеить ее к нашим дорожкам и она будет выполнять роль токопроводящего клея под рукой у меня имеется вот только такой клей это гель быстросохнущий но совсем он у нас не быстро сохнущий наносим немножко клея и пробуем приклеить нашу полоску всем все видно приклеился сам больше получается как-то так давайте посмотрим контактить ли они наши контакты как видно контакт с дорожки у нас нам получилось восстановить оставим все теперь собираемся в обратной последовательности и все на место давайте тебе проверим как работает наша микроволновка все кнопки также работают работают цифры теперь проверим нашу кнопку старт как видим теперь микроволновка у нас работает собираем все обратно так микроволновка у нас окончательно собрана хотелось бы сказать пару слов о безопасности во время проведения проведения работ с микроволновкой не забывайте ее отключать от сети ибо электричество это опасная штука и можно сильно пострадать теперь еще раз проверяем окончательно выбираем в любое время и старт микроволновка у нас работает также стоит помнить о том что пустую микроволновку включать надолго не стоит если хотите проверить ее на более длительном сроке то необходимо поставить хотя бы стакан воды также имея под рукой уже отремонтированную микроволновку и вот такой вот ваттметр хочется выяснить правда ли такое выражение что микроволновка в ждущем режиме потребляет больше энергии за месяц чем во время ее работы давайте посмотрим сколько она потребляет в ждущем режиме подключаем проволновку к ваттметру и смотрим потребление у нас два с половиной ватта в сутки это получается примерно 50 ватт а за месяц выходит полтора киловатта ну и теперь решайте сами много ли это или мало также давайте посмотрим сколько она потребляет во время работы чтобы нам не испортить магнетрон закинем бутылку с водой и включим микроволновку как видим потребление 1200 ватт смотрим что нам обещает производитель потребляемая мощность 1200 ватт правда коэффициент полезного действия всего 56 процентов не самый энергосберегающий прибор и в итоге имея 15 минут свободного времени и кусочек фольги мы отремонтировали нашу микроволновку но на этом все всем до встречи «Играет музыка» «Играет музыка»